Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы уже разобрали более 100 моторов и более 20 коробок передач, а также рассказали о некоторых группах запчастей. В компании «АвтоСтронг-М» вы можете купить практически любую БУ-запчасть, а на нашем канале просмотреть все о БУ-запчастях. Кстати, в «АвтоСтронг-М» много оригинальной оптики. Частенько в комментариях вы пишите, что мы мало разбираем японцев. Итак, встречаем Toyota 3S-FE. Двигатели Toyota S-Series – это рядные четверки объемом от 1,8 до 2,2 литра, которые появились в 1980 году и выпускались до 2007, аж целых 27 лет. Производство большинства версий было свернуто в 2002 году, а после 2002 года производились турбированные и высокофорсированные двухлитровые версии. Двигатель, который мы будем разбирать сегодня, появился в 1986 году на Toyota Camry и дожил до первого поколения Avensis. В двигателе чугунный блок алюминиевый ГБЦ без гидрокомпенсаторов в приводе. Ремень, который приводит впускной распредвал, а выпускной распредвал приводится посредством шестеренчатой передачи. Мы сегодня будем разбирать двигатель 3S-FE с Toyota RAV4 2000 года. Стоит заметить, что двигатель под капотами многих Toyota стоит именно под таким уклоном. Видите, вот эта плоскость расположена горизонтально. Из-за этого отсутствует легкий доступ к некоторым узлам. Двигатель прост и надежен, но немного шумноват при работе и имеет небольшой масляный аппетит. Реальных недостатков нет. При нормальном обслуживании он пройдет и 500 тысяч километров легко. Однако ресурс двигателей, выпущенных с августа 1996 года, хуже. Двигатель тогда получил облегченные поршни и шатуны. Коленвал остался неизменным. Образца 1988 года. Об этом мы чуть подробнее расскажем дальше. Если двигатель стал потреблять больше топлива, то виновником может быть лямбда-зонд. Реже может быть датчик температуры впускаемого воздуха, который находится в корпусе воздушного фильтра. А также третьим по счету может быть мапп-сенсор. Это датчик абсолютного давления. В прошлый раз мы его не представили и было масса недовольных в комментариях. Итак, встречаем тот самый Александр. Мы начинаем нашу разборочку. На двигателе 3SFE аж целых два датчика температуры охлаждающей жидкости. Один датчик отправляет показания ВБУ, а второй датчик отправляет показания на приборную панель. Дроссельная заслонка двигателя 3SFE имеет тросовый привод. В поздних версиях датчик положения заслонки, а также здесь стоит электронный регулятор холостого хода. Напомним, что воздух, который необходим двигателю для работы на холостом ходу, при закрытой дроссельной заслонке идет в обход по каналам клапана регулятора. Проблемы с холостым ходом устраняются обычно чисткой клапана регулятора. Дроссельная заслонка загрязняется парами масла и сажей. Пары масла здесь появляются из-за новой работы системы вентиляции картерных газов. Об этом мы расскажем подробнее. Источником сажи здесь является система EGR. После чистки дроссельной заслонки двигатель работает намного бодрее. В августе 1996 года была модернизирована на данном двигателе система зажигания. Вместо традиционного трамблера начали использовать сдвоенные катушки. То есть одна катушка на две свечи. Таким образом, каждая свеча дает искру дважды в течение четырех рабочих тактов. То есть нагрузка на свечи и провода возрастает в два раза. На практике так оно и получилось. То есть если провода раньше служили 10 лет, то после начала использования данных катушек провода служили 5-6 лет. И сами катушки не отличались надежностью по сравнению с механическим трамблером. Система EGR используется на двигателе 3SFE с самого начала. Система EGR работает в трех режимах, учитывая обороты и температуру двигателя. Итак, до достижения рабочей температуры и при максимальных нагрузках отсутствует циркуляция отработавших газов. При низкой нагрузке, то есть при неторопливой езде, циркуляция газов минимальная. А вот при средних нагрузках, то есть езде по шоссе, циркуляция картерных газов максимальная. Для гибкого управления рециркуляцией используется электровакуумный клапан, который находится на двигателе. Но он управляет EGR не непосредственно, а через вот этот вакуумный модулятор. По сути, это корпус с мембраной. По умолчанию клапан EGR закрыт, а разрежение его открывает. Во всей этой системе чаще всего выходит из строя электровакуумный клапан. После этого двигатель начинает работать жестко, то есть детонировать при средних нагрузках. Обороты 1500-2500. Отработавшие газы не в полном объеме попадают во впуск. Из-за этого температура топливо-воздушной смеси сильно возрастает. Электровакуумный клапан можно проверить на сопротивление. Значения должны быть от 33 до 39 Ом. В корпусе вакуумного модулятора есть фильтр, через который фильтруются крохотные порции отработанных газов, которые сюда попадают через трубку при закрытии клапана EGR. Фильтр надо чистить раз в пару лет. Для чистки будет достаточно просто сжатого воздуха. Топливные форсунки являются причиной неуверенного запуска двигателя на холодную либо на горячую. Их замена решает данную проблему. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Выпускной распредвал, отпускной приводится с зубчатой передачей. По состоянию никаких нареканий нет и здоровый лаковый налет. Система вентиляции картерных газов на двигателе 3SFE не сильно усердно отделяет пары масла от газа. Поэтому пары масла оседают во впускном коллекторе. Чтобы этого избежать, владельцы ставят внешние маслоотделители, а также могут поставить их даже две штуки. Штатный маслоотделитель находится в клапанной крышке. Картерные газы из него по двум каналам, один который находится до дроссельной заслонки, второй после отправляется во впуск. Если данный маслоотделитель загрязнился, то тогда отделение паров масла прекращается и двигатель начинает проявлять аппетит к маслу. То есть он употребляет масляные пары, попадающие во впускной коллектор. Также не лишним будет проверить обратный клапан в трубке, подающий газ позади дроссельной заслонки. Возможно, он тоже нуждается в замене. Ремень ГРМ в двигателе 3S FE приводит помпу и масляный насос. Менять его надо каждые 80-100 тысяч километров. Если он оборвется, то поршни и клапана на этом двигателе не встретятся. Зато двигатель может немного пострадать от масляного голодания. Бывает, что моторное масло попадает в свечные колодцы. При этом возникают пропуски зажигания. То есть двигатель нестабильно работает, глохнет на холостых оборотах и теряет в мощности. После того, как выкручивают свечи, обнаруживается, что они в масле. Масло попадает в колодцы через их нижнюю часть. Как и на многих двигателях, колодцы на двигателе 3S FE представляют из себя трубки, вкрученные в ГБЦ. Для борьбы с таким недугом надо выкручивать трубки, заново герметизировать и закручивать обратно. Регулировка тепловых зазоров клапанов производится под булоком. Собором шайб, которые установлены на тарельчатые толкатели. Цена одной оригинальной шайбы 9$, но уже хватает много заменителей. Что интересно, подходят шайбы с лицензионных агрегатов Geely. Диаметр шайбы распространенный 28 миллиметров. Владельцы приходят к регулировке клапанов при появлении характерного цоконя при работе двигателя. Как же сильно он жирал масло. Обратите внимание на этот глобальный масляный нагар. Скорее всего этот двигатель ел масло через поршневые кольца и если заглянуть на саленки клапанов, то они тоже текли. По состоянию обильный масляный нагар на донышках поршней, задиры на цилиндрах и очень слабенький хон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ужас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ужас! Обратите внимание на это удручающее состояние производства. Компрессионные кольца залегли, маслосъемное кольцо закоксовано и залегло, потертые юбки поршней, а также вкладыши шатунные с задирами. С конца 1996 года двигатели 3S FE выпускались с облегченными шатунами и поршнями, то есть поршневая группа скинула примерно 740 грамм, а коленвал остался прежний образца 1988 года. И балансировку кривошипно-шатунного механизма производитель не пересматривал. Шатуны стали тоньше, профили у поршней Т-образной формы, поршневые пальцы запрессованные, а не плавающие. И также в два раза уменьшилось количество сливных отверстий для слива масла. Также была уменьшена высота колец, что маслосъемных, что компрессионных. Причем маслосъемные кольца потеряли в высоте целый миллиметр. Но не будем сильно критиковать эти поршни, потому что на практике особых проблем они не вызывают, но более чувствительны к закоксовке. Иногда приходится заливать в цилиндры раз коксовку, и тогда проблема жора масла исчезает. С целью просвещения добавим, что поршни снабжены маслофорсунками, которые служат для охлаждения поршней. И представляют из себя просверленные сквозные отверстия. Еще одна особенность. Номера шатунных болтов не менялись на данном двигателе с 1994 года. Но в период с 1996 по 2001 на данный двигатель устанавливали бракованные шатунные болты. То есть при повторной закрутке и при эксплуатации у них срывало шляпки. Чтобы вы понимали, срывается болт, отваливается крышка шатуна, коленвал бьет по шатуну и шатун пробивает дырку в блоке. Сейчас известно, что японцы меняли болты по отзывной компании. То есть при снятии и установке шатунных крышек рекомендуется менять шатунные болты. На коренных вкладышах мы видим задиры и неравномерный износ. Естественно, такого быть не должно. Ну а коленвал в хорошем состоянии, откровенных задиров нет. В целом двигатель 3SFE надежен и ходит достаточно долго, но надо быть внимательным с шатунными болтами. Разборка закончена. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok